так ну что я взломал базу не так уж и много тут было комбинаций всего лишь до 300 добрались так ну чё тут у нас давайте посмотрим надеюсь это база ботинки химку собирает stalker пусть собирает тут пустом все ящики пустые все пустые но если там что-то было поставил бы плюсик то есть база пустая вообще интересно только начали строить ну да это явно не то stalker который взломал мою базу если он взломал бы мою бы там был бы какой-нибудь хабар а так пустая база и да ему что ли подкинуть но это не интересно ну ладно будем значит тут база мы запомним код повесим замок обратно с тем же самым кодом какой у него был так как повесить открыть прикрепить и конечно же нужно набрать те же самые цифры которые были когда я пришел сюда 050 гуля 0 нет стоп подожди не надо перещелки 050 все закрыто блин трехзначный конечно прикольно взломать мне понравилось но туда тот в тот раз когда первый свою базу взломал там блин 600 комбинаций пришлось перебрать а тут всего лишь 300 простенький номер рано или поздно все равно бы я нашел так ну что нужно отсюда сваливать да здесь ловить нечего я поохотился на волков нехило так смотрите фуф пожарили мясо в общем все у нас имеется думаю сходить на военку но с другой стороны у меня все есть патроны есть продам мало в принципе нормально в общем надо отсюда свалить я присмотрел место для своей новой базы да ну теперь буду наверное все закапывать в этих в мешках потому что строить шалашики строить шалашики ну такой себе их видно в принципе там нужно прям именно прямое место то есть ровное место чтобы построить этот шалашик грубо говоря о лопата 100 лет лопату не видел но у меня кирка есть поэтому вот все вот эти шалашики их настроить на ровном месте раньше да может был под елками спрятать потом в каком-то обновлении все это поправили когда и теперь только на ровном месте а ровные места в основном поливные нет там деревьев видно хорошо раньше если ты мог бы в елку спрятать милое дело да там был фиг то заметил даже если бы рядом прошел сейчас все-таки место более-менее ровно подбирать соответственно открытое сам оптимально это прятать вот я думаю все закапывать марлины тем более их дофига я хочу сейчас кое-что еще проверить да наверное сходим напоследок иди сюда забегай сходим напоследок в три креста кувалда все-таки лучше хотя и нормально это копать можно с киркой же не просто бегу ей копать с бегом напоследок в три креста конечно же посмотрим уж там чё найдем плюс попробуем все-таки подорвать машину что встреча появилась новая машина туда мостов стопи не знаю как подрывать опасно можно самому взорваться но рискнем так ничего на цвет потушить сейчас утро-ночь вернее вечер или утро скоро будет не знаю но с фонариком ходить определенно хотя нет полива попробуй все-таки взорвать машину может на месте появится другая но если нет то нет хотя бы чтобы желтый чек загорел взрывчатку куда так под машину положить и рвануть но пока здесь мы играем на официальных дейзовских серваках тут еще нет обновления это на эксперименталке уже стоит новое обновление да там а можно взрывчатку делать прикольно но когда сюда выйдет ну я думаю месяцок еще подождать обычно так плюс-минус несколько дней и выйдет обновление на общую ветку тогда уже можно будет подрывать пока попробуем так можно конечно расстрелять движок но попробуем в общем патрон у меня на блэйс есть можно попробовать расстрелять как вариант ну все будем отсюда сваливать базу здесь а строить больше не буду слишком далекого далеко сказать даже от центра этого мира пока сюда дойдешь блин сто раз умрешь очень решил поближе построить можно даже взять ту базу которую вот около берега там которая первую изломал только надо замок повесить четырехзначной и достроить ее но гвоздики у меня есть молоток два топорика есть пару тоначек у меня есть да здесь у меня конечно рюкзачок или еще лежит с полезными вещами о слышу надеюсь это не здесь где-то образовалась химическая зона надеюсь не на трех крестах но из на трех крестах мы переждем так вот в козловку до козловки у меня как раз недалеко от зеленогорска от два рюкзачка запрятан и здесь один здесь я хочу забрать рюкзак кое-что проверим сейчас и заберем его в общем вот из мешка можно джутовый рюкзак сделать сначала нужно веревка там делается обычный такой рюкзачок потом три палки коротких и делается джутовый рюкзак на 42 слота да если не ошибаюсь принципе конечно похуже чем 63 слота да вроде не здесь взорвалась похуже чем 63 слота но зато ты можешь делать его сам самому самому можно сделать до веревкой три палки вроде его тоже может закапать но я не уверен может быть это на модовых сироках можно ползаком сейчас проверим придем как раз и проверим вы плюс конечно надо будет откопать этот рюкзачок который у нас там лежит сюда мысли будем ходить ну не ближайшее время а там у меня гвоздь и место есть я думаю еды конечно на готовил то еды не было если что мы кастрюльку выкинем место занимает хотя там гранат их надо было поставить а мне гранаты там у кто-то здесь патроны разделял а это я не так давно до обратно возвращались к ладно посмотрим так нет пойдем сначала проверим тайничок плюс если получится сделать рюкзак так все можно спускаться и закопать куда как раз проверим можно ли джутовый рюкзак закопать то мы туда немножко мясо закинем да пусть будет про запас а то в мясо много слишком все остальное попробуем загрузить и дайте куда-то поближе пойдем вышку охотничью проверим это к чему если джутовые рюкзаки можно закапывать будет это вообще классно веревку с собой таскать это немного места занимает раз во вторых вот мешок занимать всего лишь 6 слотов из него делается как раз я вот два нашел два-три мешка нашел таскаешь с собой много места не занимает но по большому счету а в любой момент можно сварганить рюкзачок и закопать но это только в том случае если он закапывается было бы неплохо потому что марлинов не напасешься да и таскать их с собой тоже не особо не конечно можно в нем ходить но но марлина часто встречать снова ближе все-таки к берегу так вот наш тайничок так ну что давай сначала сделаем а мне веревка нужно чтобы веревка мне надо копать кучка грязи давайте выкопаем тем более вроде как бы святая да мне кажется немножко светлее стало знаю скоро утро мы тут ночь поковыряемся ну и да ты ничего к отсюда можно будет забрать но маленький джутовый можно будет закопать или кстати тот же самый марлин закопать не стоп дрова нам не нужны нам нужен маленький кустик но длинной палки одной длинной палки за глаза хватит она как раз ломается длинная палка на три коротких это то что нам нужно а здесь у меня заначка здесь веревки у меня были так ну что давайте разломаем и проверим и надеюсь что все таки джутовый рюкзак можно закопать и тогда будет вообще кайфово да место поменьше конечно но зато можно в любой момент его сварганить и сделать тайничок очень удобно так ладно давай проверим сначала сделаем обычный рюкзак веревка и сумкой из мешочной ткани получается ну да так и с некоторые зараженные с ними бегают вот так хочу проверим может быть она закапывается разобрать нет только разобрать можно закопать и разобрать блин походу это на модовых серваках было ладно проверим в любом случае вот и делаем джутовый рюкзак но закапывать я помню было можно джутовый рюкзак обычный мешок нельзя было закопать джутовый уже можно а мне кажется здесь на официальных ванильных серваках его тоже нельзя закопать разобрать только можно да видите это закопать это разобрать ну что ж не повезло ну фиг ты на него так ладно в любом случае нам нужно берем баклажку кастрюльку выкидываю она много места занимает ну хотя нет хотя лучше баклажки на инвы кивать у меня в принципе 1 а а кастрюлька туда можно кое-что положить тоже верно чуть я туплю это выкидываем это выкидываем мин мы с собой таскать не будем мы сейчас поставим когда пойдем так что надо что-то положить ну что ножи мне нужны будут все пусть нажимал ну что укрытие все равно захочу себя построить только надо будет найти место так значит спички нафиг не нужны у меня есть они забираем гвозди забираем патроны фигушки а если вот так сделаем а что такое мясо до мясо придется немножко скинуть может быть даже закопать я думаю может быть ксюху оставить взять с собой войгу ксюху патроны все равно не мало тут ксюху закопать тасик его знает по-любому что-то закапывать придется тот же самый рюкзак давай сюда две бутылки закопаем мы же не будем с собой брать может когда-нибудь туда вернемся может быть у нас тут уже будет что-то да так это цена нам не надо это забираем забираем прицел п.у. ах, сегодня вмещается прицел п.у. да нафига у меня пусть пока так значит оставили хлорно таблетки вода еда есть но можно даже вот так вот оставить вдруг мы конечно придем и действительно захотим покушать ну и как бы все не знаю муж войгу действительно оставить пять патронов в магазине туда не сюда ксюха ладно оставляя будем знать что тут у нас есть тайничок может быть к нам сюда придем без оружия вообще но с какой-нибудь киркой там или с лопаты выкопаем нас будет еда оружие в принципе да магазин и каим возьмем вдруг по дороге найдем хороший ствол выкинем так ну как то так вот да а это мы с собой возьмем надо что-то еще на закопать спички вот мне спички кстати не нужны у меня две штуки спичек есть вот можно сюда даже а бейсбол одну засунуть и вот такие вот лекарства ну куда мне столько ну как то так вот это вот сюда вот ладно спички тоже а хотя нет костерочек все ладно я думаю так вот пойдет две фляжки зачем мне две фляжки тоже вопрос у меня кастрюли есть нож оставим на всякий случай ну как бы и все а все остальное мое у меня ножей тут полно поэтому с этим проблем не будет возьмем какой-нибудь охотничий о пойдет закопаем пусть так короче валяется о да кстати светает в общем будем знать что у меня тут тайничок надо посмотреть сделать скриншот чтобы мы знали что у нас тут все с собой не утащишь вдруг мы по дороге еще что-нибудь полезно найдем а я положил особо то что не нужно для выживания ну такой нз то есть еда вода оружие спички ножик в принципе минимальный нз плюс рюкзак есть ну единственно сюда нужно приходить с этим с киркой но лопат редко встречается но часто встречается тяпки те же самые ими можно выкапывать вот кирки встречаются в общем раньше в принципе лопат и кирка сейчас еще тяпка есть и она встречается действительно рано поэтому может быть не рано вернее часто поэтому принципе нормально так ну что наведем порядок и двигаем отсюда я все-таки хочу машину взорвать вдруг появится на ее месте как бы нам все это аккуратненько сложить новая машина а взрывать мы будем вот противопехотными минами я не знаю взорвется ли она от взрыва гранаты но в общем я хочу под машину положить противопехотные мины и гранатами закидать можно конечно по другому сделать можно сделать растяжку повесить гранату около машины туда поставить против пехотные мины если кто-то зацепит взорвется граната и все остальное блин как вариант растяжку что поставим растяжку что у нас тут за гранат две гранаты есть поставить растяжку две мины одну гранату кинуть и будем надеяться что все это подорвется дофига узнать но с растяжка меня провока нужно провоки нету да не пойдет ладно действительно расцвело пойдем последний раз проверим может быть что-то тут будет патроны еще я всего лишь один магазин на вал нашел но уже хорошо патроны правда закончились основной он у меня ксюха у меня вот два магазина лишнее выкинул нафиг с ними таскаться пустыми столько патронов нет поэтому один стволе один в рюкзаке этого достаточно здесь если не отобьешься используя два магазина то в принципе ты и не отобьешься в общем есть два варианта пошугать зараженных или потихо оптику я снял решил пошугать кого-то вблизи так удобно без оптики но оптика у меня с собой если вдруг поохотиться там надо будет издалека или посмотреть ох ты ох ты рюкзак прибежал аккуратненько рюкзак хороший мы его заберем все что ли так ладно давай по-быстрому проверим что тут есть тактическая куртка прицелы мне патроны интересуют и магазины берем берем неизвестно какую мы пушку найдем пятьдесят шестых патронов блин завалить мне найти бы какую-нибудь вот пять пятьдесят шесть был вообще бы зачетно какой-нибудь сто первый калаш ох классно 101 калаш да ладно да ладно вещь тогда мы ксюху выкинь блин тогда ксюху надо будет закопать а войгу с собой взять поношенный супер магазинов правда нет один магазин только но пойдет пойдет вот это я удачно зашел опять пятьдесят шестых патронов прям полно о навал еще нашел отлично так ну все тут однозначно еще навал емая с патронами 939 отлично прям удачно я зашел берем берем опять пятьдесят шестый лимас че такое акм так ну все сейчас противопехотный поставим растяжку не получится конечно ксюху скинем а вот войгу с собой возьмем я с ней давно не бегал если что и не жалко будет выкинуть она часто встречается а магазины кодовый замок на три цифры не афигня на 4 надо а магазины часто на нем встречаются вот такие вот маленькие а аккуратно надо ходить не перепрыгнуть мы теперь не сможем перегруз так ладно куда будем ставить пока на землю скинем не забыть его потом так разворачиваем главное самому нет ни того не взорваться есть тикает так коллаж берем ну что попробуем блин промазал мне надо прям до машины так блин вообще не в ту сторону не показалось мазал мазал ну да поближе подойдет о отлично желтый чек появился не знаю у машины дымит что о отлично загорелась но все на бою сразу так в двигатель пофига все теперь она вовнится после рестарта и появится новая машина можно будет ее забрать погнали ка отсюда ага а то на выстрел кто-нибудь еще припрется так забираем рюкзачок что продать с ним буду делать я не знаю но мы разберемся вальмаз калашик у нас неплохой зачет на затем но пушек слишком много блин еще в один рюкзак закопать чека его взял ванна разберемся его закопать то нельзя но это да плохо или можно там так ну что надо думать но в любом случае надо что-то делать вал есть place place оставлять пушка хорош тем более патронов не он дофига но на вал у меня теперь магазина есть где а еще два магазина но один можно выкинуть по большому счету столько патронов нет два магазина хватит давай лучше разрядить один стволе один будет в этом тоже как вариант я же у ксюхи тоже патроны раскидал раскидал по магазинам и два магазина выкинул самое большее до 556 патронов промах вообще немерено и это хорошо что мы 101 нашли продадим магазин но пойдет и блэйс тоже оставлять не охота для охоты как бы неплохо зараженных стрелять но столько оружия мы с тобой не утащим аленка блин даже не знаю что оставить что взять дофига надо думать это самое тяжелое здесь вот с моим хомячеством что оставить что взять что закопать можно здесь конечно построить укрытие и надеяться что его не найдут кстати как вариант а нам ничего не остается оставить укрытие здесь но найдут так найдут нет так нет ножи есть в принципе веток нарубим 50 веток коротких веревка есть четыре длинных вот тебе укрытие тоже эти магазины скинем у нас таких пушек нет поэтому смысл с ними таскаться вот когда будет постоянная база тогда да сейчас пока мысла нет так км вдруг найдем он тоже верно так ну вот отлично вал с одним магазином и еще один загрузил хватит на они не хватило полтора магазина но уже хорошо 545 так ну что ксюху ксюха что хорошо с ней таскать ее можно было положить в рюкзак а тут уже особо не положишь место много занимает такая вот ситуация и и как быть непонятно какую-то пушку придется оставлять войгу мы наверно выкинем она часто встречается то есть тут без вариантов мы берем калаш по-хорошему конечно два ствола ставить но тут уже не как так в общем калаш и вал у нас будет все blaze blaze на им придется тоже на наставлять я не знаю место занимает ого-го как хотя можно пока взять так ладно это взяли не сюда так а тут у нас что лежит а здесь ножи ножи пригодятся укрытие строить ну я думаю один магазин можно выкинуть на каэм но тоже найдем мы калаш не найдем еще неизвестно но тут я как раз убивая два зайца можно сказать одним выстрелом двух зайцев я перетаскиваю патроны 762 в магазинах ну как-то так и если вдруг найду все кончились патроны калаш у меня уже магазины заряжены их тоже не так уж много больше всего патронов 556 встречаются их прям дофига ну давай заряжайся а чё нет патронов а ну вот как то так вот давай все таки даем что осталось ксюх мы наверно скинем выкидывать жалко но скинем что ну вот примерно как то так вот так это патроны забираем да и 308 до фига то есть я поэтому ты хотел сюда блеск найти да там два выстрела всего лишь но зато патронов полно стреля не хочу как-то так вот а все это мы оставляем ладно более-менее жить можно но перекусим давай кушай да надо выдвигаться рюкзак прикольно 2 нашли но мы его не сможем закопать с собой взять можно конечно но тут надо уже выбирать что брать что не брать как то так вот ну нормально место есть пойдет блеск не придется выкидывать так а где у нас тут закопано а вот кучка грязи а тут место войги мы закопаем ксюху все-таки два магазина а вайга чё там магазина по 5 патронов войку может быть даже собой возьму расстреляю по дороге ну не знаю в общем будем смотреть так ладно войку забираем а сюда калаш ну и магазины на войку тоже заберем вот еще один магазин так навал оставим да мало ли какая ситуация на варвар хорошая пушка лимас это типа фамаса аур это типа ауга ну и к м я бы эти магазин тоже оставил но блин некуда а хотя как это не куда лар я не видел а вот лимас но тот же самый фамас я встречал тут эту пушку поэтому мы сделаем вот так разрядим магазин они часто встречаются моих выкинешь просто-напросто во вот так ну а эти выкинем куда их девать вот принципе такой же тайничок только теперь у нас ксюху тут рюкзак мы сейчас понесем и по дороге его бросим да мало ли как а ситуация кто-то будет идти и найдет этот рюкзак на три креста принципе сталкеры приходят ну да можно кстати войгу туда закинуть сюда можно жалко выкидывать все поэтому как истинный хомяк мы ничего не выкидываем но все можно отсюда сваливать да выйдем сейчас на дорогу и прям посреди дороги бросим вдруг кто-нибудь будет из выживших идти посреди дороги рюкзак по-любому заметит ну да он конечно некоторым исчезнет на какое-то время он пролежит так не буду я войгу с собой брать на фига нам не нужно только место занимает все сваливаем ну вот мы свободны как кое-что в полете обзавелись оружием для охоты и для защиты правда один магазин но пойдет 30 патронов опять 56 нормально плюс у нас вал есть вал вообще вещь и мы теперь можем идти куда хотим а сейчас нужно полазить по домам по всяким разным попробовать найти четырехзначный кодовый замок вот когда вот нужен блин фиг найдешь трехзначный почаще встречается чем четырехзначный и решила я на базу около зеленогорска построить а что место там хорошие тем более я там свое время база строил в общем там где у меня закупано козловки да там два рюкзака там и топорики есть и гвозди есть вот только где рядом найти этих досок я не знаю но для начала дойти до туда надо до живыми там рядом и зеленогорска до оружия будет принципе нормальное местечко и не так далеко на севере и на ход если что можно сходить всегда но здесь конечно с охоты получше шоу шоу а волки напали на хотя вот база тут есть недалеко сталкерской который мы взломали если найду вот сейчас ближайших городишках четырехзначный замок я ее себе сперва а вот мы как раз идем туда там уже а что у нас тут рядом так за болот на забор там ничего нет лопатина возилово ну два таких нормально городишки можно там полазить так это у нас поворот сторону заболотного в общем я хочу сбегать в это на горнорыжный курорт там полазить там больничка есть если что это раз вторых там вот эти охотничьи домики правда там на растяжку налетел но будем теперь посмотреть по странам там бывает часто замки можно попробовать найти ну и двинем там синисток в общем надо найти четырехзначный замочек и тогда уже будем решать или самому базу постройки посмотрим теперь нас ничего не держит я сюда рвался чисто проверить нам месте или мои постройки но бочка на месте бочка на опять оружие в руках чуть самоубийство не совершил вот мы опять здесь да вот в эту больничку я и хочу сходить у меня титра циклин нет бинтов набрать плюс пакет для крови плюс набор для того чтобы все это сварганить мало ли в какую ситуацию попадем а у меня крови своей нет у меня только из раствор а вот поможет ли он не знаю поэтому как-то так вот больничка нам нужно пойдем по тихому тут зараженных куча можно каш перестрелять патрон у меня есть она тоже самый блэйс я у не зря оставил как раздраженных кошмарей костин но лучше здесь не шуметь спекутся соси округи на их нафиг а вот эти титра циклин как раз его мне и в коллекцию не хватало но от бинтов мы тоже не откажемся бинты набор для переливания отлично бинт так для сбора крови теперь надо пакет физраствора можно два физраствора замутить кадеин а нам особо не нужен чего-чего а вот его полу а вот адреналин пригодится вещь убегать мало ли какая ситуация и давайте поставим тогда это пригодится так ну что но физраствор у нас есть это есть есть можно каши набор физраствора один сделать когда им нам нафиг не нужен к места занимает бинты пригодятся это хорошо набор для определения да пусть будет она как-то так вот очень не зря зашли лекарствами обзавелись все можно дальше топать а 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 теперь и прыгни хватит там если повезет найдем тут марлин рюкзак можно будет еще один тайничок сделать на заражен так надо быть аккуратным полетим опять опа набор ремки отлично так а что у нас штанами с куртками у нас штаны военнослужащего повреждения ремонтировать нечем рюкзак нормальный куртка поношено это поношено в общем со штанами голяк но штаны у нас хорошие на 30 слотов поэтому такие штаны если мы найдем охотничьи на 24 можно конечно взять про запас полем по верху пока пошаримся к примеру сделал бы еще один тайничок с оружием пример туда вал бы положил патронов все равно мало оставил бы сто первый да для охоты и за глаза обхватил а с тремя стволами ну тут одно неосторожное движение ты погибли все стволы потерял лучше тайничок 80 компас я смотрю до нас никого не было хорошо все закрыто хотя может быть недавно рестарт мы об этом не узнаем не послышался ли кто-то рычал нарезные да ну нет могут быть медведи мне показалось да показалось наверно хотя все может быть а вот еще один блэйс ну куда мне два но блэйс штука хорошая да кстати можно было блин все тайничок сделать тогда еще блэйс второй скинуть и часть патронов вообще было бы классно да ладно успокойся в общем дождик переждем здесь оружие а думаю здесь надо передохнуть и потом уже двигаться дальше wasn't еще вот и все вот что te